Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на канал. Меня зовут Антон Эс. Я надеюсь, перед вами стоит огромное ведро с кофе. Вы что-то будешь на сегодня обсудить. Постоянно меня просят, пожалуйста, не делай выпуски серьезные. Честно, стараюсь вас не загружать. Но живем в такое серьезное время, живем в сложное время, под тенью коронавируса. И это просто замалчивать нельзя. Ира Шихман. Это тот человек, уважение к которому у меня растет просто изо дня в день. Я понял после последнего ее видео. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите, пожалуйста. Особенно люди, которые живут в России. Это она очень многое откроет глаза. Это не теория заговоров. Это не конспирация. Это все по факту. Та правда, которую люди предпочитают не замечать. Как Ира Шихман расцветает в таких вот проектах. То, чем она сейчас занимается. Последние два проекта, которые она снимала на своем канале. Это то, где она сверкает настоящей звездой. Она настолько ходит по тонкому льду. Человеку закрыты будут все пути на телевидение. Какой бы талантливый журналист она не была. Но освещением таких острых проблем. Где-то, конечно, закрывает двери. Но в то же время она просто звезда. Ира Шихман. Я тебя люблю, дорогая. Ты просто герой в моих глазах. Каждое утро я смотрю российские новости. Все замечательно. Все под контролем. Ковидные центры строятся. Чумные бараки забиты лучшим оборудованием. Все врачи просто рвутся на передовую. Нам нужно лечить больных. Студенты рвутся на передовую. По три смены буду стоять в красной зоне. Помогать спасать людей. Смотришь фильм Иры Шихман. Становится все просто на свои места. Сто процентная пропаганда. И в такие моменты я не понимаю, как такое может быть. Настоящие реалии Иры Шихман и те реалии настоящие, которые показывает российское телевидение. Это как два противоположных мира на одной плоскости. Вот здесь все хорошо. Все под контролем. Уже буквально завтра мы снимем самоизоляцию. И все вернется к прежней жизни. А у Иры Шихман врачи умирают. Врачи заражаются. Ты не знаешь, кому верить. Я понимаю, возможно, где-то Иры Шихман, я не знаю где, у меня сейчас просто любая информация, которую лично я сейчас получаю, идет с огромным знаком вопроса. Иры Шихман пыталась обратиться к назначенному главу информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доктору Мяснякову. Она попыталась выйти к нему на связь и спросить из первых рук. Его помощник заявил ей, что полчаса его времени интервью, хотя человек сидит на госдолжности, стоит 88 тысяч рублей. Ира заявила, у нее есть записанный телефонный разговор. Я считаю, что Ире нужно сейчас этот телефонный звонок опубликовать, потому что Мясняков заявил, что у него не просто нету цены на интервью, у него нету даже помощника. А тот человек, с кем пыталась договориться Ира Шихман, он вроде как не существует. Хотя, опять же, это может быть и правда, а может быть легче какого-то ассистента толкнуть под поезд, чем признаться в том, что ты действительно сидя на государственной должности, берешь 88 тысяч за полчаса своего времени давая интервью. Вот это я не совсем понял, потому что пришло опровержение. Очень у многих возникли вопросы, почему такое может быть. Ну и, конечно, реалии России глазами Иры Шихман. Врачи плачут, врачи разваливаются. Когда буквально на днях мне пришла вот эта новость. Приказ главврача областной больницы Кузбасса, позволяющий уволить заразившихся коронавирусной инфекцией сотрудников, медучреждение отменен. Но отменили этот указ после того, как это вылезло все наружу. Цитата из официального документа. В случае выявления инфицирования работника вирусом коронавирус инфекции COVID-19, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ. И такой человек подлежит немедленному увольнению. У врачей нет масок, у врачей нет чумных костюмов. Врачи ходят обмотанные пластиковыми пленками. Врачи стирают маски и костюмы, которые по идее должны быть одноразовыми, в стиральных машинах, чтобы использовать их по много раз. Врачи должны быть тестированы на регулярной основе. Там чуть ли не каждый день, если они находятся в прямом контакте с больными коронавирусом. Этих людей увольняют, как только они заражаются. Врачи в полной растерянности. По фильму Иры Шихман, когда привозятся маски от волонтеров в больнице, пожалуйста, врачам отдайте маски. Больницы блокируются и не впускают никого. Вызывается полиция и делается официальное заявление, у нас все в порядке, нам ничему не нужно. Я не понимаю, что происходит в России. Кому нужно, чтобы все было хорошо на поверку? Когда приподнимаешь этот ковер, там столько пыли, там столько грязи. Вы знаете, я не верил своим ушам, я не верил своим глазам. Если вы хотите не заблуждаться, если вы хотите иметь альтернативную точку зрения, пожалуйста, посмотрите фильм Иры Шихман. Более миллиона просмотров за одни сутки. И я считаю, должно быть 30 миллионов или 40 миллионов просмотров на это видео, потому что видео показывает всю гниль, коррупцию и бюрократию Минздрава России на сегодняшний день. Вот эта беда, она обнажает такие страшные проблемы, которые, возможно, вот в реальной жизни, они не на поверхности. Я не говорю, что Россия это самая страшная страна в мире, когда дело касается медицинского обслуживания и борьбы с коронавирусом. Но я говорю, что вот эти факты, от них просто волосы становятся дыбом. Я оставлю обязательно ссылку на это видео в описании. Уделите час. Это гениальная работа. Эта работа, вот, баланс. Вы понимаете, человек ходит по тонкому льду, чтобы открыть общественности глаза на то, что происходит сейчас в России. Страшно. Действительно страшно. У всех головная боль, когда отменят режим самоизоляции, когда наступит послабление, когда люди смогут вернуться на работу, чтобы начать зарабатывать деньги. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, это может произойти не раньше конца мая или середины июня. Но, важная цитата, многое будет зависеть от самих граждан. Министр посетовал на то, что многие начинают нарушать режим самоизоляции, выходя на улицу, пренебрегать масками и перчатками. По мнению Чернышенко, переход на послабление в данной ситуации начался только тогда, когда будут выявляться единичные случаи заражения этим коронавирусом. И это произойдет только при условии, что все предписания властей будут соблюдаться гражданами. Какие соблюдения правил граждан? Я сам интроверт, я сам домосед, у меня дом в душе, мне хочется на улицу, мне хочется пойти в бар, мне хочется, поверьте мне, пойти в спортивный клуб, мне хочется немножко живого общения. Пошел третий месяц, как я сижу запертый в доме, я выхожу купить какую-то еду. Но вы понимаете, это все, что у меня есть, это интернет, съемка видео и магазин. Вот вся моя жизнь в последние два с половиной месяца и хочется уже послабления. Но вы понимаете, что происходит. Говорили, две недели, десять дней, до конца месяца и постоянно продлевают. Сейчас уже, говорят, до конца мая, но возможно до середины июня. Значит, дорогие мои, рассчитывайте до конца июня, а то может быть еще и дольше. Глава Левада-центр спрогнозировал протесты из-за режима самоизоляции через месяц или два. По его словам, цитирую, раздражение накапливается, но оно еще не имеет выхода. На пределы терпения граждан влияет то, что 70% не имеют сбережений. 70% населения России не имеют сбережений совершенно. Из-за чего эти люди, эти 70% могут протянуть максимум еще месяц или два. Дорогие мои, вот кто из вас сидит на самоизоляции, у кого сейчас нет работы? Мне некоторые друзья сейчас пишут, уволили. Закрытая, например, гостиница, закрыт ресторан, но не могут их продолжать, держат третий месяц. Людей просто увольняют, потому что бизнес стоит, бизнес сам загибается. Дорогие мои, вот вы сидите 2,5 месяца. Сколько вы еще можете протянуть, начиная с сегодняшнего дня? Сможете ли вы протянуть еще месяц или два? Вот простой вопрос. Он также добавил, что многие не доверяют официальной информации о борьбе с пандемией КВ. Правильно делают на самом деле, потому что Шихман говорит одно. Шихман на самом деле здесь подливает масло в огонь. Но я считаю, что в такие моменты нельзя замалчивать факты, сколько можно жить в мире, смотря на него через розовые очки. Все уже сказали, и я повторюсь, Россия это единственная страна, которая вообще никак не помогла своим гражданам. У Ирина Шихмана интересная информация. ВВП говорил, врачам, которые работают в ковидных центрах, посредством заразившемуся КВ, выплата будет 80 тысяч, медсестрам 50 тысяч, какие-то непонятные тысячи и тысячи рублей он обещал. По факту, чтобы доказать, что ты тот врач, который лечит больного, очень сложно. По факту никто не получает никакие дополнительные выплаты, которые обещал ВВП. Вот такие вот реалии, дорогие мои. Как вот вы на сегодняшний день ощущаете вот эту всю ситуацию? Вроде бы лето, уже лето, летняя погода, тепло, солнце светит, хочется на улицу, хочется встретиться с друзьями, хочется попить ледяного пива на скамеечке в парке. Вот такая вот сейчас ситуация. Не только в России, на самом деле, в Европе тоже. Вот интересно послушать, что вам есть сказать. Ну и, конечно, поздравляю всех с прошедшим Днем Победы, Днем Памяти. Кто отмечает его восьмого, кто отмечает его девятого. Всех с прошедшим праздником, но смотришь на всю ситуацию, которая развернулась в наших реалиях с праздником 9 мая, хватаешься за голову, потому что это все испанский стыд. Простой пример, который сложно комментировать. Школьница из Екатеринбурга больше часа простояла на гвоздях в честь Дня Победы. Одетая в военную форму, эта девочка боссами ногами стояла на гвоздях. 75 минут, каждый из которых символизировал бы год мирной жизни. Ты понимаешь, вроде бы девочка отдает дань. Нет, это не отдает она никакой дань. Не празднует она 75 лет, 75 минутами стояния голыми ногами на гвоздях. Я считаю, это юродство. Это чистой воды, поганый хайп, когда нужно вспоминать с уважением, а не заниматься юродством. Одевая военную форму и стоя боссами ногами. 75 минут в честь Победы. Ты смотришь на весь этот б***й цирк. Вот с моей точки зрения, это все кощунство. Все эти звезды. Наталья Бочкарева, Оля Бузова. Прости, господи, Боня. Все одели военную форму. И каждый выделывается как может. Нельзя так глумиться. Таким образом, не... Вот с моей точки зрения, скажите мне, прав я здесь или нет, когда я осуждаю, когда люди отмечают Великий День Победы таким юродством. Согласны ли вы думаете, здесь я перегибаю палку? Пожалуйста, скажите свою точку зрения. Ну и конечно, в Беларуси прошел обещанный парад. Президент обещал, президент выполнил. Люди стояли толпами вместе с детьми и стариками. Большинство из них были без масок. И никто не соблюдал дистанцию. Вечером проходили массовые гуляния. Все по таким страшным колпакам пандемии КВ. Отсчитывайте, вот с сегодняшнего дня, с 9 числа, 10 дней. 10 дней это инкубационный период. Я боюсь того, что может случиться в Беларуси. Может. Скорее всего, случится после сегодняшнего парада. Когда стоит самодур у руля, вот тогда случается страшное. Человек не понимает, что он делает. И он в ответе за миллионы своих сограждан. Группа риска за 65 лет. Какие ветераны в толпе народа. Господи, боже мой. Я боюсь, через 10 дней в Беларуси начнется что-то очень страшное. Огромное спасибо всем, кто провел эти 15 минут в нашей компании. Прошу прощения, что сегодня такой тревожный выпуск. Обещаю, завтра поговорим про эскорт Волочковой и про бред Даны Борисовой. Об совсем все косточки. На сегодня нужно было сделать серьезный выпуск. Я вас действительно очень сильно всех люблю. Пожалуйста, не болейте. Старайтесь не болеть. Если заболели, выздоравливайте быстрее. Все будет хорошо. Должно когда-то это закончиться. Я надеюсь, что закончится скоро. Пожалуйста, берегите себя. Огромное спасибо всем, кто подписывается. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и комментирует. Я не могу поверить, что до сих пор есть люди, которые спонсируют этот канал. Ребят, огромное вам спасибо, что вы поддерживаете в такое тяжелое время блогера. Повторяюсь, берегите себя. И увидимся обязательно завтра. Всем пока. Поем как можем. Главное, дорогие мои, от души и от сердца. Я начну на русском языке. Это день победы. Порохом пропал. Это праздник зеленою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы. День победы. День победы. Дай, дай, дай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова